Добрый день, друзья! Это Пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 22 мая, и мы сегодня выполняем очень важную работу. Мы вырезаем свищевые маточники в каждой основной семье. От этого будет зависеть, какого качества будет маточка в этих семьях. Какие будут семьи, как они будут развиваться в будущем. И какая будет продуктивность нашей Пасеки в будущем. Это очень важно для нас. Я тут хочу напомнить вам, что мы от каждой основной семьи в начале мая делаем отводки. А основные семьи у нас, вот у нас отводок, это основная семья. И так у нас по всей Пасеке. У нас основные семьи выводят свищевых маток, потому что мы отводки делаем на старую матку. То есть матку вместе с расплодными рамками переносим в отводок. Хорошо, Владимир Васильевич, а Вы придерживаясь утверждения о том, что надо оставлять несколько маточников, а пчелы выберут один самый лучший. Когда мы только начинали заниматься этой технологией, а это было давно, где-то лет 15 назад, то мы, да, оставляли несколько маточников, два или три. Ну, надеялись на то, что все-таки пчелы выберут самый лучший. Это говорят пчеловоды, ученые, практики, что так должно быть, и пчелы выберут самый лучший. Но на практике получается несколько иначе. Мы заметили, что не всегда можно определить семью, она в роевом состоянии или нет. То есть она может, семья, быть в предреевом состоянии, а каждая семья уже имеет трутни, у каждой семьи трутни, мисочки уже есть, потому что мы делаем отводки от сильных семей. Много пчел, расплода много. Поэтому мы можем вот эту грань не заметить, когда в мисочке маточка, прежде чем сделать отводок и перенести ее в отводок, она откладывает яйца в эти мисочки. Мы это можем не заметить. А потом пчелы отстраивают эти роевые маточники. И если мы оставляем 2-3 маточника, то, естественно, эта семья роится. Вот так у нас и получилось. Где-то мы не заметим вот такие мисочки с яйцами. И такие семьи роятся. Понимаете? Хорошо, Владимир Васильевич. А по какому принципу Вы выбираете и оставляете один единственный маточник? Да, тут надо сказать, что это очень важно. Поэтому я сегодня Вам покажу, буду показывать, вот возьму основную семью, буду вырезать. И я Вам покажу принцип, как я нахожу самый лучший маточник. Ну, это будет зависеть от чего. Дело в том, что в нашей зоне, вот в местности, у нас север, можно сказать, Беларуси. И здесь майские дни, они не сказать, что очень теплые. То есть природа в майские дни теплыми майскими днями нас не балует. Поэтому это сказывается и на развитии семей, и вот на нашей технологии. И это сказывается на том, как, где, какой маточник нам оставить, в каком месте. А пчелы ведь могут отстраивать маточники и в середине гнезда, и внизу, и с краю, и вверху. То есть в разном месте можно, тут так не скажешь, что в одном определенном месте пчелы отстраивают маточники. Поэтому это для нас важно. Где его оставить? И оставить мы там должны, где теплее в гнезде, где маточники будут обогреваться, где его не будут, этот маточник, как бы сжимать в ближайшие ячейки, чтобы он чувствовал себя свободно. Чтобы маточка там, будущая личинка, развивалась свободно. Чтобы маточник был большой размером, и маточного молочка их там было достаточно. Это вот, на этом мы все определяем внимание. И, исходя из этого, мы выбираем маточник. Вот я вам покажу, как мы это делаем. Но могу сразу сказать, что внизу мы не оставляем, потому что холодно и литки открыты, может маточник быть заслужен, не будем рисковать. В самом центре гнезда, в середине расплодной рамки тоже не оставляем. Стараемся оставлять с краю расплода и с краю рамки. Почему? Там он свободно маточник себя чувствует, он похож даже на роевой, большой этот маточник. Пчелы его снабжают маточным молочком хорошо. Ну, сейчас вы это увидите. А через сколько дней, после того, как сделали отводок, вы начинаете удалять лишние чешевые маточники и оставлять лучше? Мы это делаем через 9-10 дней. На что мы ориентируемся? На то, что не должно быть уже открытых личинок. То есть расплода не должно быть открытого. То есть крышечками закрыли, уже пчелы не отстраивают никаких маточников, уже не смогут. Поэтому мы где-то берем 9-10 день и начинаем вырезать свящевые маточники. Хорошо. А если вы заметили, что семья в роевом состоянии и уже начала отстраивать роевые маточники, как вы в этом случае поступаете? Бывает такое, что семья в роевом, мы здесь, значит, как, на что ориентируемся? Делаем отводок, как обычно с остальными семьями, потому что это есть такой прием противороевый, когда семья в роевом, делают отводок, переносит туда старую матку, оставляют один маточник роевой, и семья в будущем выходит из роевого состояния. То есть часть пчел, расплод мы перенесли в отводок. То же самое мы делаем. Но здесь надо сказать, что мы не через 9-10 дней вырезаем маточники в такой семье, а через 6-7 дней вырезаем маточники. Оставляем один. Приоритет отдаем свящевому маточнику хорошему, если он там есть. Роевой убираем. Если нет свящевых, оставляем роевой. Все маточники удаляем, оставляем один. Или свящевой, лучше, конечно, или роевой. И потом, через 3 дня снова проверяем эту семью. Снова нужно проверить, потому что пчелы могут отстроить еще свящевой маточник. Или там где-то пропустили, возможно, роевой. То есть через 3 дня снова проверяем и оставляем маточник один. И таким образом эта семья уже точно роится не будет. Хорошо. Спасибо. Успехов. Сейчас мы посмотрим, как я оставляю один маточник, удаляю. И какой маточник я оставляю. И в каком плане я тут работаю. Значит, у меня с краю одна рамка сушью, а с той стороны 3 рамки сушью. Я это имею в виду. А в середине у меня уже расплодные. Вот на этих рамках я и смотрю эти маточники. Значит, открываем улочки. Я вам буду показывать, как я по своей методике работаю. А вы уже смотрите, как вам лучше работать. Как вы будете делать. Значит, смотрите. Отодвигаю рамки. Чтобы мне... Чтобы мне эту вот краю рамку... Она без расплода. Здесь сушь. Я ее ставлю рядом. Стряхивать пчел с рамки нельзя. Вот первая рамка. И видите, сколько маточников. Вот, внимательно осматриваем. Сразу вижу, вот маточники. Вот. Вот маточники у нас. Это будут свищевые. Они идут от расплода. Видите? Вот. Вот маточники. Вот хорошо видны. Здесь немножко. Это свищевые маточники. Почему я вам говорю от расплода? Чтобы шли и с краю расплода. С краю рамки. Он свободно занимает место. Свободно этот маточник. Ну, допустим, вот здесь много маточников. Здесь неудобно будет. Я такие маточники убираю. Я такие маточники убираю. Нужно сразу определиться, какой мы маточник будем оставлять. Вот этот маточник неплохой. В середине гнезда и с краю. Внизу, как я вам говорил, я удаляю. Мы все эти удалим. Вот. Они неплохие, но мы их удалим. Будем оставлять один. Так. Вот богатая рамка на маточнике. Видите? Вот этот маточник, он хороший. Мы его оставим. Ну, по-моему, уже мы тут не пропустим. Наверное, вы помечаете рамочки? Да, мы его наметим. Вот мы оставляем здесь и точку пока ставим. Пока мы точку ставим. Дальше смотрим. Если что-то замечаем, похоже на маточник, лучше его убрать, придавить, чтобы не оставить. Если мы оставим, нежелательно, чтобы семья роилась нам. Вот здесь. Легенько проводим. Можно взять даже резиновые перчатки надеть. И пальчиками слегка так. Ну, по-моему, мы тут внимательно... Надо очень внимательно смотреть, чтобы не оставлять. Ну, тут мы посмотрели. Вот эти мисочки здесь не может быть уже отстроены, потому что маточники должны быть уже большие. Через 9 дней они отстроены, должны быть больших размеров, запечатаны. Так, дальше, в следующую рамку. Вот какой-то маточник. Но он, я вам скажу, маточник, видите, ложный, как бы я называю такие ложные маточники, в которых нет хитиного внутри кокона. И тут личинка, видите, какая? Трутневая личинка. И нет кокона. То есть, этот маточник пчелы и запечатали, его отстроили. Но этот маточник такой, как бы ложный, неправильный маточник. Вот, маточник неплохой, но внизу. И, возможно, он даже от пчелиной ячейки идет. Так, и там у нас маточники. Все, сейчас пересмотрим. Один мы оставили. Этот мы убираем, потому что он внизу. Я всегда говорил, мы его убираем. Сейчас, сейчас, посмотрим там, что. Вот, посмотрите, у нас здесь маточники есть. Вот этот неплохой маточник. Маточник неплохой. Мы можем его оставить, но дело в том, он сросшийся. И еще с одним маточником. Поэтому трудно нам разделить. Ну, мы, видите, на все обращаем внимание. Все же маточники не оставим. Значит, ну, придется их удалить. Все же не оставим маточники. Где-то мы оставили здесь один. Вот он, видите. Вот идет ячейки, пчелиные ячейки. И вот от этого рядом, наверное, была ячейка. Пчелы перестроили здесь и отстроили неплохой маточник. Он не совсем ниже сбоку, но он неплохой. Допустим, мы можем его оставить, наметить, что мы здесь оставили. Вот, у нас уже два. Потом выберем уже, в конце концов, выберем лучше. Так, следующую рамку берем. Так, смотрим. Здесь что-то похожее, но мы придавим. Нету ничего. Так, здесь тоже ничего нету. Как видите, ничего здесь нет. Следующую рамку. Вот маточник, видите. Это тоже будет свящевой маточник. Отстроен от пчелиной расплода. И личинка. Ну, здесь вот не достроено. Какое-то плохое. Вот тоже у нас сросшиеся два. Тоже не очень удобно, но он не в хорошем месте. И здесь маточки неплохие получатся. А этот довольно маленький. Мы его тоже убираем. Уничтожаем. Так, смотрим. Сверху ничего. Так, с этой стороны давайте посмотрим. Интересно. Вот тут у нас пчелки отстроили все маточники в хорошем месте, кстати. Заметьте, вот маточник. Тоже тут идет от расплода. Но те лучше. Здесь тоже. Кстати, вот видите, мы и другой раз все смотрю. Вот если по верхушке маточника немножко дотронуться. Если нет хитиновой кокона, то он мягкий будет, видите. Это ложный маточник. То есть кокона нет. Значит, отстроен на личинке, трутневой личинке. Вот эта трутневая личинка, видите. Это самая маточная личинка, она строит себе кокон. А кокон довольно прочный. Даже в другой раз ножом прорезать сложно. Поэтому тоже на это обращаем внимание. Чуть-чуть дотрагиваемся до верхушки маточника. Если она прогнулась, не держится вершинка, значит, это такой ложный маточник. Так, это мы уберем. Следующую смотрим рамочку. Так, что у нас тут нам покажет эта рамочка? Что тут в пчелке нам? Так, вот здесь пытались отстроить в середине, но ничего у них не получилось. Все-таки они приоритет у них с краю рамки строят. Вот я это заметил и раньше, что пчелы и маточки внизу, видите, внизу, я говорил, что плохие маточки получаются внизу, которые я их убираю. Ну вот, тут, по-моему, все. Ну, еще раз пересмотрим, чтобы не ошибиться. Нельзя оставлять несколько маточников. Оставляем один. Так, что у нас? Следующая рамка покажет. Так, тут ничего. А вот, посмотрите, у нас есть... Все-таки они отстроили. Вот как. Ну, мы все это уберем. Оставим все-таки те, которые с краю. Вот, лучшие маточники и приоритет я отдаю тем, которые вот оставлял с краю расплода, с краю рамки. А это уже сверху, но они в середине. Как бы не очень надежные такие. Мы их убираем. Зарезаем. Так, ну вот, вырезали. Отдадим все-таки предпочтение тем предыдущим. Два там мы выбрали, и из двух выберем один. Все равно мы оставим один. Так, здесь все. Маточников, это хорошо, что их много. Можно выбрать. Так, ну, последняя рамка. Вот маточник, видите, внизу мы его срываем. Здесь у нас вот сколько настроили. Так, ну вот, три рамки у нас остались. Это суши. Мы их проверять не будем. Закрываем. Смотрим еще раз. Так, где вот у нас маточник с той стороны? Вот он. Один маточник. Сейчас посмотрим второй. Ну, вот этот маточник, мне кажется, он хороший. Самый лучший. Из всех, что мы видели. Он и большой, он с краю. Ну, он с пчелиной личинки, и расплод с края. Ну, вот этот мы, и мы эту рамочку поставим. Второй. Мы наметили. Эту мы уберем. Так, остался один маточник. Вот. Чтобы не перепутать рамочки, что вы делаете. Мы намечаем и пишем, какого года. Так, пишем сегодня число, да? Это семья делала на 13-го числа. 13-го через черточку 22-й. 22-й год. Вот и год мы пишем. И 13-го мы делали эту семью. Отводок делали. Отводок. Отводок. Ну, вот такие вот мы делаем пометки, и нам легко потом ориентироваться. Владимир Васильевич, скажите, а когда будем проверять на выход маточки? Через сколько дней? Обычно проверяется рамочка. Да, когда мы выбрали один маточник, мы эту семью посмотрим через два дня. Через два, а желательно через три. Раньше не надо смотреть, потому что лишнее время тратить. Надо наверняка уже. Три дня она уже должна, маточка, выйти. И мы должны по маточнику определить выход. То есть, крышка с головки маточника должна быть открыта и очень аккуратненько вырезана. Это очень видно. Я еще вам покажу, как маточка вырезает крышечку, и как она там посчастливается нам, так мы посмотрим, как она даже выходит. Ну вот, сегодня я вам показал эту такую нашу ответственную работу. Выбор маточника, одного единственного, остальные, как бы нам не жалко было, надо уничтожать, потому что семья может роиться. Так что, если вам понравилось и как необходимо это делать, ставьте лайк, чтобы распространить мои видео. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.